Александр Владимирович, Алла Андреевна и Ваську отметили изумрудную свадьбу еще в начале года. 55 лет совместной жизни встретили скромно по-семейному. И вот во Всероссийский день семьи, любви и верности их пришел поздравить лично глава муниципалитета Алексей Спасский. Подвиг такой житейский, хороший, гражданский подвиг, отличный пример для каждого живущего. Дай Бог вам еще сто лет прожить, еще отметить много-много таких вот юбилеев, ну а дай Бог вам оставаться примером. Глава муниципалитета вручил юбилярам памятные подарки, а радушные хозяева пригласили дорогого гостя на чай и рассказали историю своей семьи. Александр Владимирович и Алла Андреевна познакомились на танцплощадке в парке Горького в Ростове-на-Дону. Тогда они оба были студентами. Он учился в Институте машиностроения, она в Ростовском университете. Стояли с товарищем, она подходит, я глянул, вроде бы симпатичная девчонка. А мне понравился его взгляд. Взгляд был такой теплый, ну хороший взгляд. Поженились в 1965 году. Свадьба была скромной, говорят юбиляры. Вскоре родилась дочка и семья переехала в Ступино, куда Александра Владимировича направили работать в конструкторское бюро. Там он дослужился до ведущего инженера. И тут я обнаруживаю, что тут строится завод. Я заглянул в дирекцию строящегося завода. Офис был рядом с Красной площадью, там где, за ГУМом. Туда зашел случайно. И меня зафиксировали. И через некоторое время пригласили. Так в 1970-м они оказались видным. Глава семейства устроился на завод «Мосметаллоконструкция», а Алла Андреевна – врачом-лаборантом на санэпидемстанцию. Уже через год молодой семье от завода дали квартиру. Вскоре родился сын. На вопрос о секрете семейного счастья супруги ответили, не задумываясь. Терпение, труд, уважение и не злобствовать, не помнить обиды. И помогать друг другу в трудное время. Мы очень глубоко уважаем друг друга, и я без нее не могу. У них двое детей и двое внуков – заветная мечта супругов – дождаться правнуков. И судя по тому, что они совсем не выглядят на свой возраст, а главе семейства в прошлом году исполнилось 80, у них это обязательно должно получиться. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.